Получается, там был такой коридор, он тоже был у нас выкуплен. И с другой стороны мы еще одну дверь ставили. И получается, этот коридор становился как бы тоже нашей частью комнаты. Сейчас квартира Юлии выглядит вот так. Лишь сгоревшие балки и выбитые стекла напоминают ей о некогда единственной собственности. В прошлом году общежитие, что на Северном переулке, сгорело. Сразу после того, как дом полностью отключили от коммуникаций. И все жильцы его покинули. Ну или почти все. Официально квартиры у собственника выкупили для сноса дома и возведения новой многоэтажки. К Юлии застройщик тоже обращался. Предложил два варианта. Квартиру в новостройке или деньги. Девушка выбрала деньги. Ждет уже 7 лет. Ну, к сожалению, каждое обращение к нему, и когда мы спрашиваем, когда уже, когда, когда, так как уже 7 лет прошло, ну это постоянно через месяц, через два, через три. Проходит время, мы опять с ним связываемся, и опять происходит такая же ситуация. То есть, каждый раз переносится какая-то дата, каждый раз какие-то проблемы, ситуации. Он постоянно просит войти в его положение. Но, к сожалению, в наше положение он войти не хочет, потому что мы лишились жилья. По словам Юлии, застройщик очень редко выходит на связь. В июле этого года его представитель, некий Алексей Николаевич, по его словам написал расписку, в которой конкретно указал, что обязуется выплатить денежную компенсацию не позднее 10 сентября этого года. Сегодня уже 21-е, а денег все нет. С нашей съемочной группой застройщик вышел на связь, и вот его комментарий. Я написал бумагу, что я 10 числа недействующего месяца предоставлю им. У меня сейчас такой возможности нет. Но я целиком и полностью в этой проблеме 4. Эта бумага необходима была написана для того, чтобы человек должен был дать согласие на отказ своей доли, для того, чтобы совершить сделку с ее соседями. Невыполнением нотариально заверенного обещания уже заинтересовалась прокуратура. Это Юлия, строитель. Обещать, что деньги будут, может бесконечно. С надзорным ведомством шутки плохи. Отвечать по закону Алексею Николаевичу все-таки придется. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».